Добрый день! Меня зовут Валентик Хохлов. Это очередной выпуск из третьего сезона цикла об истории средних веков, в котором мы говорим об истории Англии, Британских островов. Мы закончили часть цикла, которая посвящена была истории до Нормандской Англии. И вообще-то я не предполагал продолжать историю Англии в высоком средневековье, потому что она более-менее изучена. Но поскольку есть просьбы от некоторых патронов на патреоне, то есть есть интерес зрителей, но также для того, чтобы этот сезон был совместим с другими сезонами, то я решил дополнить его также выпусками об истории Англии в высоком средневековье. Ну и поскольку эта часть является незапланированной, то я не изучал специально какой-то источник по ней. Я взял просто книгу, которую я уже использовал. Это французский историк Пти де Таи, который написал книгу о феодальной монархии в Англии и Франции 11-13 века. И там есть ряд интересных глав, собственно, о монархии английской, и что для меня особенно примечательно, Пти де Таи не столько изучает всякие события того времени, сколько изучает историю институтов и государственного строительства. Что для меня особенно интересно, все-таки я не такой профессиональный историк, но я человек, который интересуется государственным строительством и политической деятельностью. Также я напомню, что у меня есть сообщество на Патрон, где вы можете поддержать вот этот мой труд, подписавшись на ежемесячное пожертвование patron.com, касая VAL-KHO-KHLOV. И также подписывайтесь на мой канал YouTube, который можно найти по моему имени, по-английски VAL-KHO-KHLOV. Значит, выпуск номер шесть в этом цикле мы завершили историей нормандского завоевания Англии. И в том выпуске было довольно много сказано о деятельности Вильгелема Завоевателя перед этими событиями и непосредственно в их ходе. Кроме того, мы касались деятельности Вильгелема Завоевателя, как герцога Нормандии, ну вот, до, там, где-то, тысяча шестидесятого года. В первом сезоне еще, как говорили о Франции, времен ранних капитингов. Но кем же вот был Вильгелем Завоеватель в 1066 году? Тидю Таи так описывает его. Ему было 38 лет. Это был толстый, лысый человек с руками атлета, а суровым лицом, холодный гнев которого наводил страх. Он не любил ничего, кроме политики, войны и охоты. Он был воздержан и целомудрен, с молчаливым, рассудительным и упрямым характером, способный долго и в тихомолвку проводить какой-нибудь план и выжидать случая. Мы знаем, что Вильгелем был незаконнорожденным сыном герцога Роберта Первого и еще довольно молодым человеком. Ему пришлось побороться за место под солнцем. Но к 1066 году он уже более 20 лет прочно удерживал в подчинении герцогства Нормандия. Даже он сумел потеснить графа Анжуйского, отняв у него мэн. С 1042 года, с временного царения Эдуарда Исповедника в Англии, Вильгельм очень пристально наблюдает за этим королевством, где, как мы уже знаем, король Эдуард опирался на выходцев из Нормандии. Ну а сам Вильгельм был его ближайшим родственником, двоюродным племянником. После покорения Англии в 1066 году, Вильгельм получил очень интересное королевство. Дело в том, что дом Годвина там был истреблен или изгнан его представители. А в то время они представляли собой значительную часть высшей знати. Поэтому у Вильгельма не было сильного противодействия. Но кто там был, кроме дома Годвина, был еще второй дом. Да, вот эрлы, братья Эдвин и Моркар. А они сохранили свое положение, как вот мы знаем. Хотя Вильгельм забрал их в Нормандию, когда отъехал на континент, не рисковал их оставлять. Также он забрал Эдгара Эттелинга, это наследник англосаксонских королей. Он внук Эдмунда, короля Эдмунда, старшего брата Эдуарда Исповедника. Ну, как вот видим, он их не казнил, он не заточил, он просто их забрал с собой, потом вернулись они в Англию. Но вот сопротивление, которое Вильгельм встретил в Англии, оно скорее было связано не с национальным англосаксонским сопротивлением против нормандцев, а политической борьбой разных вот эрлов против нового короля. Ну, во-первых, вот это эрлы Эдвин и Моркар. Они восстали в 1068 году, когда вернулись в Англию, подняли знамя Эдгара Эттелинга, он как бы стал символом восстания, получили поддержку короля Дании Свена II, вот он помог Эдгару даже захватить Йорк. Эдгара поддерживал король Шотландии Малкольм III, то есть, как видим, коалиция была довольно мощная, король Шотландии был женат на сестре Эдгара. Но Вильгельм выдержал это испытание, вот к апрелю 1070 года он разбил силы восставших и жестоко усмирил север, а восстание было в основном на севере. Вот север потерял не менее 150 тысяч человек, или 75% своего населения. Ну, не следует думать, что Вильгельм это все население перебил. Там, конечно, было опустошение и голод, и много людей умерло от голода, но больше отправилось в изгнание, просто покинули пределы королевства Англии. Значит, Эрл Эдвин был убит в 1071 году, когда пытался бежать в Шотландию, его брат Моркор был захвачен. Вильгельм он провел остаток своих дней в заключении, ну, впрочем, он там не так мало прожил, довольно долго пережил Вильгельма. Значит, а вот Эдгар Эттелинг, он отправился в изгнание, какое-то время жил на континенте, в Шотландии жил, а потом вернулся, получил прощение, жил в Англии, поддерживал старшего сына Вильгельма Роберта в борьбе с его братьями, о чем мы еще поговорим ниже. А Вильгельм получал удары, как бы так, со всех сторон. На континенте граф Анжур Фульк пытался отбить Мэн в 1073 году, в 1075 в Англии вновь вспыхнуло восстание эрлов, на этот раз уже не англосаксы, это были тех сторонники Вильгельма, с которыми он захватил Англию в свое время. Значит, и получили они там от Вильгельма обширные земли, но, видимо, вот тоже восстали. Значит, в том же 1075 году на Англию напал брат короля Дании Кнут. В 1977-78 годах Фулькан Жуйский вновь пытается отбить Мэн. И примерно в то же время начинается долгий конфликт короля и его старшего сына Роберта. Ну, начался этот конфликт, видимо, довольно случайно, из-за злой шутки от младших братьев Роберта, Вильгельма Рыжего и Генриха Буклерка, которые вылили ему на голову ночной горшок. Ну, а Вильгельм, отец, вроде как не вступился за старшего сына, Роберт обиделся, ну и вот понеслось. Ну, впрочем, потом он вроде бы помирился с старшим сыном, а последние годы жизни короля прошли довольно спокойно. Он умер, он 9 сентября 2087 года. Но нас более интересуют не события его царствования, а те институциональные изменения, которые Вильгельм Завоеватель привнес в Англию. К середине XI века, как это не покажется вам странным? А это, наверное, кажется странным тем, кто не является специалистом в медиавистике. Герцогство Нормандия находилось в авангарде феодальной системы. Ну, почему это кажется странным? Дело в том, что феодализм-то зародился не там, не на севере. Он зародился в Овернии, в Аквитании, в Тулузе, в Провансе. В общем, в дюжнее Луары, где мы видим первые дома, которые в середине IX века возникают. Нормандия была далеко от этого. Там вообще ничего такого не было. И близко, но уже к середине XI века герцог Нормандии имел образцовую феодальную организацию, более продвинутую, чем даже у короля Франции. И он был более сильным сеньором для своих вассалок, чем король Франции для своих. И во владениях герцога была довольно эффективная администрация. И вот эти институты, они, видимо, способствовали тому, что Вильгельм не только покорил Англию, но и смог в 1068-1078 годах, вот в это десятилетие, справляться со всеми вызовами, которые вот со всех сторон на него сыпались. В Англии Вильгельм в значительной мере сохранил те институты, которые существовали там в последний век правления англосаксонских королей, о чем мы говорили в предыдущих выпусках. Более того, он смог взять и совместить лучшие практики из Нормандии и из Англии. В Англии, например, сохранился Фирт, Вильгельм всячески поощрял наличие свободных держателей земли, которые присягали непосредственно королю. Известно, что в 1086 году в Солсборе все свободные держатели земли, не только рыцари, присягнули королю на верность. Это гигантское отличие от системы той же французской, где были двусторонние отношения сеньор-вассал, то есть королю присягали только его непосредственные вассалы. И феодальная система, она же строилась на контрактной основе. Двусторонние связи сеньор-вассал, условная собственность, бенефиций, феод и связанные с этой собственностью взаимные права и обязанности. В Англии, как мы знаем, сохранился в большей степени, чем на континенте, формат публично-правовых отношений. И король был во многом единственным господином всех свободных людей. Ну, с определенными, конечно, уже изъятиями, но тем не менее, это в большей степени там сохранилось. И эти свободные люди, получается, не были вписаны в систему феодальных отношений, потому что у них не было никакого феодального контракта. Вот Вильгельм не только продолжает, но и развивает эту практику. Он ставит себя вне феодальной системы. Птидютаид так прямо и пишет. Значит, вне системы сеньор-вассал. Он ставит себя как бы над ней. Он опирается на публично-правовые, а не приватно-правовые механизмы. И мы видим, что короли Франции только спустя 200 лет станут применять примерно ту же тактику. И это будет закатом феодализма. Но при этом Вильгельм не отказывался от феодальных отношений там, где они были эффективны. Благодаря тому, что практически не сохранилась высшая англосаксонская знати, а ее земли были конфискованы, он смог получать огромные доходы. И Тюдютаи оценивает все доходы земель в Англии в 73 тысячи фунтов в год. Но из них, соответственно, доходы королевского домена это где-то 11 тысяч фунтов. То есть, во-первых, это в два раза больше, чем собирал Эдуард Исповедник. То есть, эффективность сразу возросла. А во-вторых, можно судить о том, что довольно много земель Вильгельм раздал. Ну и его сыновья тоже раздадут довольно много в виде феодов. И вот с этих феодов он получал доходы по феодальному праву. Это ЭД, то есть помощь вассалов-сеньора в определенных случаях. Это Релив, это плата за право наследовать феод. Это опека, выдача замуж наследниц, доходы от суда, пошлины и тому подобное. Сохранилось территориальное отделение на Шире, но Шир в нормандской терминологии стал называться комте, то есть графство по-французски. А шериф, ну то есть королевский чиновник, который управлял Широм, ведал исполнительной судебной властью, стал зваться виконтом, то есть вице-графом. Ну, впрочем, власти могущества шерифов в Англии были гораздо выше, чем виконтов во Франции. И вот этот институт таких территориальных чиновников, которые ведали исполнительной судебной властью в правлении нормандской династии, он распространился и на континенте в их владениях. И вот этот институт, на мой взгляд, стал прототипом института Бальди, который Филипп Август ввел в королевских владениях во Франции. Значит, центральное правительство Вильгельма по Англии, видимо, заимствуя лучшие практики из Нормандии, представляет собой сочетание трех вот таких институтов. Это отель или же дворец, это трезор, казначейство, и это эшеке. Ну, эшеке это по-французски, а по-английски экс-чекер. И переводится как палата шахматной доски. Ну, дворец это понятно, примерно то же, что было в поздней Римской империи, о чем мы говорили в самом первом выпуске первого сезона. Это обслуживание монарха и его семейства, и ближние слуги короля, шамбре, шамбаланы, по-английски чемберланы. Это то, что у нас называется камергер. Отдельно от личного имущества стояла государственная казна. Государственное казначейство было в Винчестере и называлось по-французски трезор, или трежери по-английски. И во главе этого института со времен Генриха I стоял лорд казначей. Значит, самым интересным институтом стал, наверное, экс-чекер, палата шахматной доски. Почти сразу она отбивалась от казначейства, и это была скорее не касса, а бухгалтерия. Она ведала учетом поступлений денег от шерифов. Учет производился с помощью жетонов, которые размещали на скатерти, разделенной на квадратики. Ну, типа шахматной доски, откуда и пошло название. А результаты записывались на пергаментных королевских казначейских свитках. И вот дошедшие до нас свитки правления Генриха I, это 1129-1130 годы. И вот это заведение, это прямой предок нынешних министерств финансов. Даже вот министр финансов Соединенного Королевства так и называется. The Chancellor of the Exchequer. Значит, подобная система была распространена в позднее время на другие земли под контролем Нормандской династии, а далее под контролем Планта Генета. Вильгельм Завоеватель сохранил в Англии традиции местного самоуправления, собрания Сотни и Шира. Как и в прежнем введении этих собраний находился суд. Сам король подчеркивал, что он пытается следовать обычаю существовавшему в правлении Эдуарда Исповедника. Для обозначения участников таких собраний народных использовалось слово Витан. Ну, а сами собрания Витан, Гемот, как и раньше. По-латыни называли Курия. Само положение людей в Англии в момент Нормандского завоевания вряд ли изменилось так сильно, как многие историки считают. Но мы об этом говорили в прошлый раз, что терминологическая разница между Рект и Думс Дейбук, скорее всего, это разница именно в терминах, а не в фактическом положении людей. Но, с другой стороны, да, наверное, к концу XI века из-за завоеваний, из-за того, что новые держатели земли привносили термины и обычаи, которые были на континенте, вот эти королевские бароны нормандские, то, скорее, они могли ужесточить повинности, налагаемые на арендаторов крестьян. Но ряд восстаний и конфликтов привел к тому, что обнищали крестьяне и были уже не в том положении, чтобы как-то там спорить. И, скорее, да, вот тяготы этих повинностей, тяготы монореальной системы возросли по сравнению с англосекционским временем. Что касается знать, то вот термин TEN, который мы встречали, там вроде как бы выходит из употребления, заменяется на термин BARON. Вот поначалу считалось, что бароны это были непосредственные вассалы короля, но тот же Птидитаи пишет, что это ошибочное мнение. Зависимости такой строго нет. Впрочем, как и у TEN-ов, потому что TEN-ы к концу вот англосексонской династии были и в услужении других TEN-ов, так что это не были прямые судьи такие короля. Тоже самое, видимо, в случае баронов было. Знать и выше баронов в Англии на тот момент не было практически. Хотя сам термин Earl существовал, но привилегий не завоеватели. Он не стал титулом высшей знать. Это скорее был офис почетного главы графства. Реальное управление было у шерифов. И когда Earl был одновременно шерифом, то это был уже полноправный управитель графства, но не владелец. То есть, все-таки это был ненаследуемый тогда титул. Лишь при Плантагенетах мы увидим, как титул Earl станет наследуемым и поначалу для младших сыновей короля. Ту же аналогичную практику мы видим в современной Франции, где были графские титулы у младших сыновей короля. До Герцесских дойдет не скоро. Значит, после Вильгельма Завоевателя, после его смерти в 1087 году, трон Англии отошел второму сыну, Вильгельму Рыжему, а герцогство Нормандия старшему сыну Роберту. Братья, между собой, плохо ладили со времен того печально известного инцидента с ночным горшком. Но Роберта поддерживала часть снатии в Англии. В частности, сводный брат Вильгельма Завоевателя, Одуэц Байо, тот же Эдгар Этелинг. Но на 1088 году Роберт не сумел воспользоваться этой поддержкой. Как-то он не поспешил переправиться через Ла-Манш. Вильгельм Рыжий подавил восстание, закрепился. Его, кстати говоря, описывают как плотного, невысокого, рыжеволосого человека. Физически весьма сильного и с очень горячим, деспотичным характером. В 1091 году Вильгельм Рыжий высаживается в Нормандии, отомстить старшему брату. Вскоре они замирятся. Роберт там часть земли отдаст Вильгельму. А в 1096 году герцог Роберт, как мы знаем из первого сезона, из выпусков, посвященных крестовым походам, отправляется в числе одной из пяти первых армий в первый крестовый поход. А чтобы собрать деньги на эту экспедицию, ему пришлось заложить герцогство Вильгельму Рыжему, который стал регентом на время отсутствия брата. Вильгельм Рыжий попытался править довольно жестко, авторитарно. И в Англии, в первую очередь. Он опирался на могущественные институты, которые он наследовал отца. Тут же он вступает в конфликт с церковью, где после смерти Ланфранка стал архиепископом Ансельм Контрберийский знаменитый. И в 1095 году король как-то на него так сильно довольно наезжает, очень жестко как бы прессует его на совете своем. И при этом он встречает впервые отпор со стороны баронов, которые задумались, что если вот так архиепископа, как бы он король прессует, то что будет с ними. И выступили против короля, объединенно Ансельм отбился. Но ненадолго, в 1097 году король отправил Ансельма в изгнание. А 2 августа 1100 года Вильгельм II погибает на охоте от выпущенной звука стрелы. И вполне вероятно, что это был не случайный выстрел. Судя вот по тому, что мы знаем, да, взаимодействие короля с баронами, возможно, приложили они руку к тому, чтобы такого деспота убить. Ну и, по крайней мере, мы знаем, что знать бросил тело короля. Все от него как бы уехали. Лишь крестьянин, который там случайно где-то был рядом, он смог доставить тело в собор. Значит, а вот на той же охоте был младший брат короля Генрих Буклерк. Он тут же поспешил в Венчестер, где 5 августа короновался как Генрих I, дожидаясь прибытия даже архиепископа Ансельма. Тем более, не дожидаясь возвращения из крестового похода своего старшего брата Роберта. Юридически, конечно, у Генриха были более слабые права на корону. И он пошел сразу на значительные уступки знати и церкви, чтобы заучиться их поддержкой. Была издана коронационная охартия, в которой Генрих осуждал господизм Генриха Марышева и обещал вернуться к традициям Эдуарда Исповедникова. Не конфисковывать владения оборонов, которые умерли без завещания. Не выдавать насильно замуж их вдов и наследниц. Не взимать чрезмерных реливов и штрафов. Не захватывать церковные земли после смерти епископа Элеобата. Ну и прочие такие злоупотребления, которые были в правлении Вильгельма II. Ну, следует сказать, что Роберт все-таки имел довольно сильную поддержку в Англии. Когда он вернулся из крестового похода, вот в 1901 году, он попытался вернуть корону. Действовал, правда, неудачно. Он высадился в Англии, на его сторону перешла там часть знати. Но он как бы не дожал Генриха, он быстро замирился. Признал королем Англии Генриха в обмен на то, что Генрих уступил там часть земли в Термане. И обещал платить по 2000 фунтов в год. Но Генрих тут же нарушил взятые на себя обязательства сторонников Роберта. Он начал как бы так прессовать и сгонять из королевства. А в 1103-1105 году сформировал коалицию на континенте. Вот по краям Нормандии всех соседей настроил против Роберта. И обеспечил нейтралитет короля Филиппа I Франции. В 1106 году Генрих нашел предлог высадиться в Нормандии. Обвинил Роберта в нарушении договора. Соединился с войсками графа Мэна и герцога Британии. Роберт был разбит и попал в плен к своему младшему брату. И в общем-то до конца своих дней Роберт находился в плену. Формально Генрих не мог стать герцогом Нормандии при жизни Роберта. И у Роберта был наследник, сын Вильгельм Клито. Но реально Генрих правил и Англией, и Нормандией. То есть всеми владениями своего отца. Генрих I, скорее всего по характеру и способностям, был ближе всего к Вильгельму-своевателю. Он был хитрым, расчетливым, как видим, умелым манипулятором. Опирался на сеть шпионов, устранял нелояльных баронов. Он иезуитски расправился со своим старшим братом. Украл сначала у него корону Англии, а потом и герцогство Нормандии. Потом Генрих продолжил плодотворную государственную деятельность. По совершенствованию институтов и по совершенствованию управления королевством. Не случайно, в общем-то, как раз написанные в его время казначейские свитки, мы знаем, как первые образцы таких документов. Но вот из таких больших нововведений Генриха, это юридическая система. Он вел институт развязных судей или же юстициариев. И вот он таким образом централизовал судебную систему, чего раньше особо-то и не было. И он опирался в своей практике на людей сравнительно незнатных, небогатых, но способных, из которых набирал чиновников и судей. Это, в общем, очень похоже на то, как Филипп Красивый во Франции опирался на легистов. Но через 200 лет это будет во Франции. Пожалуй, в правлении Генриха I институты в Англии стали самыми передовыми в Европе. Ну, может, за исключением сицилийского королевства. Вот то, что делал Генрих, это предвосхищало реформы Людовика Святого и Филиппа Красивого во Франции через 150-200 лет после него. И вот если ранее легензавоеватель распространял на Англию передовые практики из Нормандии, то при Генрихе, наоборот, какие-то достижения английские в области государственного строительства распространялись на континент. И кто знает, как бы развернулись события дальше, если бы не трагическое происшествие. В 1120 году погиб единственный сын-наследник короля Вильгельм Аделин при крушении Вальши. Кстати, Аделин это то же слово, что Этелинг. Значит, наследник, в общем-то. И вот это был колоссальный удар по королю Генриху, от которого тут так никогда и не оправился уже. Генрих, конечно, прилагал усилия к обеспечению престола наследия. Конечно, был еще жив старший брат Роберт. И у него был наследник, сын Вильгельм Клито. Но это было как бы невозможно, чтобы им Генрих передал власть, когда он Роберта держал в заточении. Значит, и Вильгельм Клито был врагом, конечно же, Генриха. К тому же Вильгельма поддерживал король Франции Людовик VI, графом Жуфульк. Впрочем, в 1128 году Вильгельм Клито погиб в Березатлангре против Теодориха Альзасского. И вот тогда-то впервые всплыла кондивиатура Стефана Дюблуа, сына сестры Генриха. А вот графы Дюблуа, они были как бы союзниками Генриха против Людовика и Фулька. Однако позже, вот уже Вильгельм Клито был мертв, Фульк собирался отъехать в Иерусалим. Как мы знаем, он станет королем Иерусалима. И вот тогда Генрих организует брак своей дочери Матильды и сына Фулька Жофруа, который станет новым графом Анжу и Мэна. И, соответственно, Матильда и Жофруа станут также возможными наследниками Генриха. Значит, король Генрих I умер 1 декабря 1135 года. Англия погрузилась в междоусобную борьбу между Стефаном и Матильдой, о чем мы поговорим в следующий раз. А я хочу напомнить, что у меня есть страничка на Patreon. Patreon.com, касая V-A-L, подчеркивание K-H-O-K-H-L-O-V. Присоединяйтесь к моему сообществу, подписывайтесь на мой канал в YouTube. И в следующий раз продолжим разговор об истории Англии. До свидания. Присоединяйтесь.